И юристы отмечают свой профессиональный праздник. В этом году он выпадает на воскресенье. 8 октября в актовом зале профильного вуза в Одесской юридической академии собрались лучшие представители этой профессии. Причем не только из Украины, но даже из Соединенных Штатов Америки. На торжественной церемонии известны адвокаты, судьи, нотариусы, а также доценты и профессоры академии. Они получили памятные награды из рук президента вуза Сергея Кивалова, а также грамоты и подарки от Союза юриста Украины и Одесской облгосадминистрации. Одесская правовая школа в этом году отмечает знаменательную дату – 170 лет со дня своего основания. В ожидании своего юбилея и Национальный университет Одесской юридической академии. За эти годы вуз стал настоящей кузницей кадров для правовой системы Украины. Работают выпускники университета и в парламенте, и в министерствах, и в генпрокуратуре. А на днях президент назначил судьями Верховного суда Украины доцента юрокадемии и профессора Международного гуманитарного университета. В Киевском районном суде города Одессы большинство студентов как раз работает из юридической академии. Только в этом году около 10 студентов стали сотрудниками Киевского районного суда города Одессы. Это самое яркое подтверждение тому, что Одесская школа юридическая – одна из сильнейших в нашей стране. На торжественном мероприятии в честь Дня юриста Украины присутствовал и судья Верховного суда Соединенных Штатов Америки Дэниел Бэй Гиббонс. Он сейчас читает курс лекций в Одесской юридической академии. В эксклюзивном интервью репортеру американский специалист назвал этот университет лучшим в Украине. Моя впечатления от университета – это одна из лучших институтусов в стране. В моем мнении, артисты – это бриджи между государством и народом. И если артисты смотрят на себя в эту роль, как спасатели своих людей, гурицы своих правил, они будут служить своему страну очень-очень. Сегодня юристов в Украине готовят около 300 учебных заведений, но профессионалами становятся лишь немногие, говорит президент юрокадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов. К примеру, в США 200 профильных юридических вузов, в Польше всего 60. Необходимо увеличивать не количество учебных заведений, а их качество, убежден Сергей Кивалов. Уже знают Одесскую школу, знают Национальный университет, юридическая академия, идут к нам под имя. Потому что мы не упрощаем учебный процесс. У нас развивается наука, у нас есть пять докторских советов, у нас есть хорошее общежитие. А это хорошая материальная база. Каждый второй учебник выходит из стен нашего университета, по которому учатся все, кто выбрал такую специальность. И вот все это позволяет нам подготовить настоящего юриста. Мне бы хотелось только одного – добиться верховенства закона. Знаете, чтобы люди понимали, что государстве, которым правит закон, жить всем вольготно. И хорошо. Если не будет этого, мы и дальше будем находиться вот в этой темноте, из которой пытаемся выбраться. На днях Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о высшем юридическом образовании. В этой редакции он может стать провальным для правовой системы Украины, убеждены в Одесской юрокадемии. Ученые университета сейчас готовят альтернативную редакцию проекта закона. К слову, половина учебных и научных материалов Украины по юриспруденции написаны в стенах именно Одесского вуза. Я очень благодарен сегодня коллективу юридической национальной академии. Я благодарен Сергею Васильевичу Кивалову, основателю, почетному президенту этого прекрасного, лучшего в Украине вуза. Потому что здесь, кто бы что ни говорил, а есть завистники, есть и другие люди, где созданы прекрасные условия для получения знаний. Это самое главное. Существует атмосфера, высококлассный педагогический профессор и преподавательский состав. 20 лет это кузница юридических кадров страны. Взаимодействие с вузом, с юридической академией у нас действительно на хорошем уровне. Дуже много работников, хороших, фаховых. Мы набираем звезды. Это наш основной потенциал. Это, правда, самый высший вектор, вершины юриспруденции в Одесской области данный вуз. Хочу искренне поздравить всех юристов, всех граждан нашего города, нашей области. Поздравить с Днем юриста. Хотел пожелать самое главное, чтобы все юристы были крепкими духом, чтобы они были здоровыми, чтобы они находили себе работу, чтобы в их домах было тепло, был уют, был достаток. И пусть все будет хорошо, потому что от юристов очень многое зависит в нашем обществе.